Щи, растягай и хлебный квас. В российских ресторанах легко можно будет заказать обед по-русски. Депутаты предлагают обязать заведение общепита существенно увеличить процент русских блюд в меню. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Заставленного в машине ребенка хотят штрафовать или лишать прав. Соответствующие поправки в кодекс об административных правонарушениях внесли на рассмотрение в Госдуму. Депутаты предлагают привлекать к ответственности за халатность родителей, которые оставляют в салоне авто детей в возрасте до 14 лет. И штрафовать за это на 100 тысяч рублей, либо отбирать водительские права на год. Напомню, случаи, когда эвакуаторы увозят на штрафстоянку автомобили с детьми стали систематическими. А в прошлом году во Владимире машина загорелась в то время, как трое детей находились внутри одни. В российских ресторанах могут ввести лимит на иностранные кушания. Если учреждение общепита не специализируется на национальной кухне, то его меню на 50% должно состоять из русских блюд. Таково предложение Госдумы. По мнению депутатов, обрусение общепита должно привести к возрождению гастрономических традиций России и привлечь иностранных туристов. Сейчас даже в самом центре страны, около Кремля, гостям столицы гораздо легче найти американский фастфуд или блюдо французской, итальянской, японской кухни, чем русской. Это, по мнению авторов идей, отрицательно сказывается на престиже страны. Соответствующий законопроект подготовят к осени. Россиянам предлагают записываться в мусорные дружины. К началу следующего года 15 тысяч компаний по сбору и утилизации мусора явно не успеют получить лицензии на свою деятельность. Правительство до сих пор не выпустило постановление о порядке получения разрешений. Из-за этого Роспотребнадзор не успеет аккредитовать все мусороперерабатывающие компании. Поэтому власти готовы к тому, что выдачей лицензий временно займутся общественные инспекторы-дружинники. Договоренности о новом массовом наборе на курсы инспекторов по мусору есть с сельскохозяйственной академией имени Тимирязева. Обучение займет несколько месяцев. Курсы, правда, будут не бесплатные. Четыре года назад они стоили полторы тысячи рублей. В итоге россиян обещают обучить основам природоохранного законодательства и предоставить право без препятственного доступа практически на любой объект. Продолжение следует...